Завтра последний корабль разгружается в Петербурге На экспорт он переваливает в накопитель Дальше, так сказать, в Финском заливе И поэтому он сейчас выходит скоро Буквально через пару-тройку дней И спускается в Самару На зимний отшел Поэтому еще есть время Да, нет, работа пока идет У нас говорят так Вот кто шагнул в Волго-танкер Это не от меня пошло, а от Нобелей И кто попробовал связаться с нефтью С мазутом, тем более Испачкал себя мазутом Это значит на всю жизнь Владимир Васильевич Яркий представитель династии Пермяковых Речников Общий стаж их работы на Волге 650 лет Или даже чуть-чуть больше Род официально ведется Отнести форос Передоновича Пермякова С 1812 года Данные, которые отыскали в церковных книгах Пермяков I гонял по Волге плоты Потихоньку спускаясь вниз По течению из родной Перми Якорь бросил в среднем течении реки В селе Золотое Оно и считается родовым гнездом династии Детство прошло у меня В поселке Речников Это завод имени Сталина Бывший Он сейчас крупнейший судостроительный Объединение Астраханское Вот на этой земле Я вырос Я видел эти пароходы Когда я начал понимать жизнь Это, наверное, отец уже был капитаном В 1931 году Он капитаном был нефтевозов Представляете, мне 5 лет было И с этих лет я уже на мостике Я уже брал свисток Выговаривал, что, как полагается Я уже знал Волгу И селение, и города То есть это все с молоком почти пришло ко мне Летом с родителями в плавании Зимой с нянькой на берегу Знал с детства, что придет время И шагнет на баржу или корабль матросом Только не думал, что случится это в 15 лет После окончания семи классов Впрочем, в июне 41-го Думать уже не приходилось Надо было принимать решение Волга-то такая только Неприветливая сегодня Вмешалась война Потому что я тут так бы и Заканчивал школу полностью Но мне удалось, значит, с 8-го класса Сорваться Потому что отцом было просто заявлено На корабле не хватает ни матросов Ни рулевых, так сказать, и командиров флота Которые отправлены на фронт Это 41-й год И меня он говорит Бросай, потом доучишься, так сказать Его была такая родительская, наверное Ну, команда или приказ Или просто на путь И я забросил школу Вместо, значит, парты Я сменил, значит, свою жизнь Или повесил на плечи Такую тяжелую мужскую флотскую работу Он влился в состав Волжского флота Юнгой Заканчивал войну штурманом В 42-м году Владимир Пермяков Был в числе тех, кто обеспечивал оборону Сталинграда Когда Волга осталась единственной дорогой Отделяющей фронт от тыла А суда Волга-танкера и Волжской военной флотилии Доставляли горючее, боевую технику, людей и продовольствие На боевые позиции Сталинградского фронта А это здесь вот три ордена Вот это орден Отечественной войны Это, значит, трудовое красное знамя Знак почета, два ордена А это медали Самолеты противника над тобой Значит, бомбят И все время под контролем движения корабля А фронт нуждается Там, если бы не Волга-танкер, например То вообще бы, не знаю, кто горючее привез В этот Сталинградский фронт И вот тогда, когда авиация над кораблями Когда с берега бьет артиллерия Значит, когда, значит, под днущем Вся Волга нашпигована зловещими минами А он, речник, стоит на палубе Под ногами которого тысячи тонн бензина Спустя 60 лет Владимир Васильевич выпустит книгу О паленной Волгой О тех событиях В ней он укажет детально все места Где затонули корабли в 42-м году При обороне Сталинграда У нас очень много погибло, значит, врачников Моряков, флотилия Очень много погибло судов И в этой книге я отразил по карте Лоцманской Каждое место, весь погибший флот На каждой точке, где, какой километр После победы пришла пора продолжить образование Владимир Пермяков оканчивает Астраханский речной техникум И за считанные годы получает звание лучшего капитана речного флота СССР Мне 24 исполнилось Значит, когда я уже был, значит, на капитанском мостике И заканчивал навигацию Значит, уже, значит, стаскал, значит, баржи Причем по несколько тысяч тонн Неспокойная душа Владимира Пермякова Постоянно заставляла работать над собой Пытливый ум рождал блестящие идеи Которые без преувеличения совершили революцию в грузовом пароходстве Он внедрил метод толкания нефтеналивных судов Который существенно сократил финансовые затраты при транспортировке И увеличил объемы перевозимого груза В 1953 году за внедрение технологии толкания Он был выдвинут на сталинскую премию Подписаны все были документы Мне уже поздравляли в Москве, в ЦК партии, везде, так сказать И поздравляли, потому что в марте месяце должен подписать Сталин Вот этот весь набор, значит, погоды Раз в год присваивался в марте месяце А он в марте месяце умирает, и все это заглох Но это и важно Я не глядываю, говорю, но только вот эта вот инициатива Послужила для дальнейшего роста вот Пермякова Владимира Потому что тут же я вскоре стал капитаном знатным Сразу тут и депутатство, тут и, понимаете, так сказать И в различные так совещания, советы Министр советуется, приглашает работать в Москву Я не поехал Есть еще один интересный эпизод из капитанского прошлого Поездка в Китай и личное знакомство с Мао Цзэдуном Навигация 1956 года С мая по октябрь Владимир Пермяков передает опыт способа буксировки толканием Судоводителям Китайской Народной Республики С тех пор сохранились крошечные фотографии И личное приглашение Мао на демонстрацию 1 мая Это я был в Пекине, да-да-да А это вот приглашение на центральную площадь Это самое, 1 мая я на площади был На трибуне с Мао Цзэдуном Вот как И как Мао Цзэдун? Да ничего, да ничего В моем понятии Он маленько по-русски лепечет А я ведь вот 56-й год был, значит, на площади, да, вот 1 мая И вы знаете, у нас уже культ личности Хрущев, 20-й съезд прошел в марте А я там, это был 1 мая Уже, понимаете, время прошло У нас все памятники поснимали уже Тут к Сталину Тут уже все, так сказать, ажиотаж И Сталина нет А Мао Цзэдун Вот на площади Тяньань-мэнь Там огромные портреты, значит, Карл Маркс Там, значит, Ленин Сталин Суньятсен Мао Цзэдун Ну, тогда вот такие большие портреты На площади центральной Он не признавал, что культ личности Да И он в беседе за столом Он сказал Я не понимаю, почему Сняли, так сказать, такого легендарного Моего друга Давайте выпьем Коньяк Вот такая рюмничка Давайте выпьем Его слова Чтобы вы Советские специалисты А нас было 19 человек Значит, имеющие большой богатый А какой я пацан был Какой я там богатый Богатейший опыт работы И как старший брат Передали нашим специалистам Китайским товарищам У них товарищ везде под товарищем Такую, значит, безвозмездную Бескорыстную помощь Давайте за ваше здоровье Вот так И как я уехал из Китая И Мао Цзэдун испортился Сразу же там хуинвинбины Там культурная революция Без этой реки другим был бы город Другими сами куйбашевцы У меня ведь как-то, знаете, в жизни сложилось Что вот когда это события начались Когда бросил школу То есть по существу я перешагнул шаг Вот этого пароходства Который, значит, буквально два года назад Только родилось Оно не было его Это наследие Нобелей Флот его, понимаете, так сказать Половину флота приняли и так далее Так вот, когда учредили пароходство Волготанкер И через два с половиной, что ли, года Где вот эта война И я перешагнул маленьким мальчишкой Пятнадцать летним Порог Волготанкера В 1959 году Владимир Пермяков вступил на берег Чтобы сесть в кресло руководителя в системе пароходства Судоходная инспекция, которая занималась вопросами безопасности перевозок Эдакая водная ГАИ, шутит Владимир Васильевич Потом Куйбышевское районное управление Волготанкера Наконец, заместитель, а потом и начальник всего пароходства Волготанкер О талантах руководителя Пермякова говорят дела Показатели производственные Количество перевозимого груза возрастает на порядок В сравнении В 1976 году Впервые в истории Куйбышевского водно-транспортного узла С городских причалов Волготанкера Было отправлено 9 миллионов тонн нефтегрузов Восемь лет спустя 35 миллионов тонн Рекорд с тех пор никем не побитый Каждый год пароходство получает крупное транспортное судно Нефтерудовоз, Волгонефтелетанкер Зачастую в обход других советских пароходств Я имел такое удостоверение, с которым можно проходить куда угодно Без всяких паспортов к любому министру, союзному, республиканскому В любое ведомство В любой комитет государственный Поэтому свободно, конечно, это была необходимость Колоссальное внимание уделяется социальной сфере В Куйбышеве отстроен городской микрорайон Сухая Самарка Вот это первые дома, с них начинал расти поселок Одновременно решается задача, что надо строить современное, благоустроенное жилье Развивать социальную инфраструктуру Так на средства пароходства здесь возводится школа, детский сад Общежитие для речников, детская спортивная школа География строительства объектов пароходством охватывает тысячи километров От Верховья в Донизовье в Волге В Астрахани также строится целый микрорайон для речников А также крупный судостроительный завод Судоремонтные базы с современным оборудованием появляются в Казани, Уфе, Ярославле Особую роль сыграл «Волго-танкер» при праздновании 400-летия города Куйбышева Вот было 400 лет Куйбышеву Значит, я знаю о том, что 400 лет Я заказываю, значит, различные, так сказать, вымпила в Югославии Горожанам раздаем этот праздник Значит, организовываю на Волге праздник Тогда был на Волге весь организован Перекрываю движение флота на Волге Весь вечер посвящен, так сказать, там Иван этот самый, при Степане Разине Там эти самые челны освещенные, огнем, может, темно стало Четыре танкера поставил против города и прожекторами Написал на своем заводе транспаранты 400 лет А он полкилометра, они длиной танкеры стоят, полкилометра Все груженые, груженые на одну осадку И она получила танки на той стороне А авиационный прожектор Вот это освещает эти вот транспаранты И так красиво все И вот меня город на диплом мне выдал Я был начальником пароходства порядка 11 лет Ну это, конечно, самые бурные Самые тревожные Самые интересные в жизни годы Когда не знаешь вообще никаких, так сказать, суббот, воскресенье Никакого отдыха Когда в голове все время, так сказать, мысли Которые доставляют доставлять эти нефтегрузы народному хозяйству Странные причем Когда, наверное, некоторые регионы живут за счет волготанкера Таков волготанкер Как специализированное пароходство с крупнейшим в Европе речным нефтенаривным флотом Он фактически не имеет аналогов в стране и за рубежом Волготанкер это более 230 танкеров и нефтерудовозов Более 70 буксиров-толкачей 120 единиц несамоходного тоннажа Общей грузоподъемностью полтора миллиона тонн За одну навигацию перевозится около 25 миллионов тонн груза В 97 году в честь 100-летия капитана Василия Пермякова Его именем назвали танкер Судно капитан Пермяков входит в Иран Бороздит воды Каспия Еще с Петра I повелось называть корабли в честь выдающихся людей Традиция в советские годы на некоторое время была утеряна, а потом вернулась Фамилия Пермяков особая для волжского грузового пароходства Вот я вручаю капитану портрет в мемориальный уголок Портрет своего отца Это на корабле капитан Пермяков Вот он батя Батя Династия Пермяковых неразрывно связана с Волгой Владимир Васильевич искренне считает, что фильмы надо снимать про реку, а не про него Что Волга спасала людей во время обороны Сталинграда Что Волга позволяла быстро развивать народное хозяйство в советские годы Что Волга кормит десятки тысяч людей Все его книги про Волгу И даже те, которые еще не написаны, тоже про нее После того, как Владимир Пермяков сознательно уволился с поста первого руководителя пароходства «Волга-танкер», уйдя на пенсию Он много занимался гуманитарными и информационными проектами Создал музей «Волга-танкера» Издавал буклет и участвовал в создании фильма Но его опыт оказался настолько востребован Что Пермякова попросили вернуться на работу в пароходство И каждый день, надевая китель, вот уже 69-й год Владимир Васильевич идет на службу Волга-танкеру Как и всегда, полон сил, идей и намерений Я не хочу на пенсию Вот когда у меня бывают посетители Или кто-то такой проводит какое-то мероприятие Я вообще всем запрещаю Вы обо мне не говорите ни слова, что я ветеран Я не ветеран Когда называют, вот, значит, день пожилого человека 1 октября это у нас в стране Я говорю, имейте в виду, я не пожилой, никаких поздравлений я не принимаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова